Рабочая поездка, лидеры года и марафон добра. По стране стремительно шагает благотворительная акция «Наши дети. Кто стал счастливее?» Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич, мы начинаем. Белорусский паспорт, профсоюзный контроль и шоколадные буксы. В стране к новогодним праздникам произведут почти 2 миллиона сладких подарков, кому доверили производство. В лучших традициях 19 века. В Бобруйске состоялся ежегодный бал для одаренной молодежи. Я хочу выразить городскому исполнительному комитету огромную благодарность за организацию такого торжественного мероприятия. Как это было? От электротранспорта до ID-карт в городе прошел цифровой форум. Тематика форума выбирается, исходя из тех особенностей, которые есть в регионе. Что обсудили? Инновационный подход. Бобруйск и Громашу достоин бизнес-премии лидер года. Это, во-первых, честь города за свое предприятие. Чем отличился холдинг? Новогодний парад. Бобруйск заполонили Деда Мороза и Снегурочки. Кто зажег главную елку? Раз, два, три. Елочка горит! Открытие Олимпиады, ремонт храма и условия труда. ЕС обяжет цифровые платформы заключать курьерами трудовые договоры. Сколько европейцев ждут новый закон? Серьезный и принципиальный разговор. Президент посетил Могилевскую область. Поводом стало представление нового губернатора Анатолия Исаченко. Леонид Заяц покинул пост главы региона. Карьеру продолжит в Совете Республики. Рабочая поездка заодно и повод актуализировать задачи для области. Александр Лукашенко откровенно и на злобу дня общался с государственной командой области. Обстановка в коллективах, экономика, кадры, ситуация с COVID-19 и предстоящий референдум. Впереди у нас времена непростые. Мы должны идти вперед. Начинать всегда надо с основного закона, если мы хотим перемен. Но делать надо столько, меняться к лучшему, настолько, насколько мы сегодня способны. Если мы рванем вперед и народ нас не поймет, как скакуны убежим вперед, мы оторвемся от людей. И это никому не нужно. Мы не можем образовать в нашем обществе и в нашей политике какие-то дыры, потому что у нас нет нефтедолларов, газовых долларов, чтобы потом закрыть эти бреши. Поэтому всегда идем не то по лезвию ножа, не то по тонкому льду, рискуя. Такая наша жизнь. Другой не будет, потому что мы живем в такое время и в таком месте. Для успешной работы отметил белорусский лидер важна команда профессионалов и единомышленников. Что касается экономических показателей, то главное, регион не должен плестись в хвосте. Создание новых и расширение действующих производств принципиально. Автономное будущее. В Бобруйске прошел форум «Государство, бизнес, граждане регионы». По традиции, в каждом из городов специалисты выбирают направления, на примере которых рассматривается внедрение современных технологий. Продолжу тему Ольга Васенда. Бобруйск принимает региональный форум «Государство, бизнес, граждане». В конференц-зале гостиницы «Турист» обсуждают вопросы цифровизации промышленности, строительства и транспорта. Среди тем беспилотные электромобили, защита персональных данных, биометрические документы и внедрение облачных технологий. Цифровизация – это один из тех инструментов, который как раз-таки позволит улучшить, оптимизировать, сделать более гибкое, более масштабируемое. И самое главное, производство, которое будет как раз-таки очень умело постраиваться под нужды быстро меняющего рынка. Участников, руководителей предприятий и организаций Бобруйска знакомят с топовыми цифровыми проектами и использованием ПЭДЖИ. Здесь представляют уже имеющиеся в регионе наработки по внедрению технологий «Умный город» и перспективы их развития. Спикеры – представители министерств и ведомств, бизнес-сообществ и IT-компаний. Тематика форума выбирается исходя из тех особенностей, которые есть в регионе. Непосредственно на Могилёвской земле мы говорили и в городе Могилёве про промышленность, логистику и транспорт. И здесь на форуме я сосредоточусь непосредственно на промышленности, как цифровизация попадает в промышленность, какие тренды есть в мире, ну и, собственно говоря, что наша компания делает и с чем работает. Бобруйск – продолжение форума, который накануне прошёл в Могилёве. Наш город, где насчитывается свыше 35 промышленных предприятий – от пищевых до нефтехимических. Первым из райцентров пожелал стать площадкой для цифровой региональной конференции. «Мы реально долго обсуждали эту тему и высказали свою заинтересованность для того, чтобы после областных городов именно в городе Бобруйске мы провели этот форум, потому что я уверен, что люди, которые сегодня здесь участвуют, вынесут много чего интересного». В течение последних двух лет современная беспроводная связь повлекла прорыв в применении роботизированной и дистанционно управляемой техники. Облачный интернет подтвердил значимость в проектах с машиностроительными гигантами, в точном земледелии и совместной работе с Национальной академией наук. IT-эксперты надеются, что полученные знания помогут специалистам разных сфер быстрее получить бонусы от цифровизации. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Пенсионный возраст, минимальная зарплата и продуктовая корзина. Профсоюзы мониторят цены в магазинах перед Новым годом. Какие товары останутся доступными? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. В 2022-м пенсионный возраст в Беларуси увеличится на полгода. Это происходит в рамках реформы, которая началась с 2017-го. Мужчины на заслуженный отдых будут отправляться в 63 года, женщины – в 58. Кроме того, обязательное условие для трудовой пенсии – страховой стаж. В 2023-м он должен быть 18,5 лет. Товары первой необходимости останутся доступными. Профсоюзы берут под особый контроль стоимость продуктов, на которые отменено жесткое регулирование цен. Это крупы, некоторые виды овощей, колбасные изделия, рыба. Федерация будет следить за ситуацией и пресекать попытки спекуляции. В Беларуси с 1 января увеличится минимальная зарплата. Сейчас она выросла с учетом индексации до 418 рублей 14 копеек. С нового года сумма достигнет 457 рублей. Основной приоритет и задачи на 2022-й для правительства рост благосостояния населения. Консолидированный бюджет сохранит социальную направленность. За последние 4 месяца документы на приобретение белорусского гражданства подали 3,5 тысячи иностранцев. Большинство обратившихся – украинцы. Все материалы профильное ведомство изучает в оперативном порядке. Наш паспорт уже получили 1600 человек. В Беларуси к новогодним праздникам произведут почти 2 миллиона сладких подарков. Большая часть уже готова. В упаковках от 300 грамм до 3 килограмм можно найти шоколад, конфеты, ирис, карамель и обязательно новые виды изделий. Все создано из качественного сырья. Производством занимаются Комунарка, Спартак, Красный пищевик и Слодыч в линейке свыше 100 наименований. Манера и Грация – Центр творчества детей и молодежи погрузился в настоящую сказку, которая на целых три часа стала реальностью. Здесь прошел новогодний бал этой красивой традиции уже несколько лет. Юные дамы и кавалеры словно перенеслись в XIX век. Гости праздника кружились в вальсе под живой оркестр. Среди приглашенных – самые талантливые учащиеся. Четверг, 16.30. Дмитрий Ломский галантно ведет одноклассницу в танце. Учащийся первой гимназии признается – совмещать учебу, спорт и подготовку к новогоднему балу сложно, но в удовольствие. Вскоре ожидания круглого отличника оправдаются, а пока – генеральная репетиция. Каждое движение оттачивается буквально до совершенства. Позади – больше месяца подготовки. Научиться танцевать вальс несложно. Все шаги нужно делать на счет раз-два-три. Сначала наступаем на носок, затем только на стопу. При этом спина прямая, плечи расправлены, голова слегка приподнята. На календаре 17 декабря. На часах 8.00. В Доме быта – настоящая битва стилистов. Кругом плойки, утюжки, шпильки, невидимки и стайлинг. Идеальные завитки и четко очерченные локоны, убеждена участница бала Виктория Радько – залог успешного образа. Это немножко волнительно от этого торжества. Я в первый раз буду на этом балу. И мне на самом деле очень приятно там поучаствовать и провести время. Дать шанс девушкам почувствовать себя настоящими принцессами вызвались парикмахерские и салоны красоты города. Среди них – ворожея, ножницы, фантазия, радость, морежель, рай и парк-студия. Не остался в стороне и технологический колледж, а с тем самым платьем, как у Золушки, помогла Рючия. В 15.00. На танцевальную площадку выходит 34 пары. Галантные кавалеры в смокингах и прекрасные дамы в вечерних платьях. Но вернемся на две минуты раньше. Для какой девочки несчастье побывать хотя бы один раз на настоящем балу? Тем более я понимаю, что все заслуги, которые были забоеванные для гимназии, они оказались не зря. Таким образом, получилось предоставлять свою гимназию на балу. От бал я ожидаю чего-то особенного, феерического и запоминающегося. Мы много репетировали. Я думаю, что я справлюсь с танцем. Мне правда очень нравится. Я хочу почувствовать это еще раз, так как это уже последний год. И это неплохая репетиция перед выпускным танцем, которую я хочу запомнить навсегда, так же, как и этот момент. Остается пару минут до начала нашего бала. Мы с моим молодым человеком в предвкушении этого события. Хочу сказать, что мы очень старались. И мы очень рады, что наконец-то подарим наши эмоции нашим родителям и управлению. Билет на бал участники получили за высокие результаты в учебе, творчестве и спорте. В преддверии Нового года проводит настоящий светский танцевальный вечер. Красивая традиция. Здесь изысканные па и, конечно, восторг и волнение тех, кто участвует впервые. В этот вечер юные дамы и кавалеры словно переносятся на несколько столетий назад, когда наши предки с размахом проводили подобные праздники под сводами Мирского и Несвежского замков. Волшебная атмосфера – подарок от Бобруйского горосполкома в рамках республиканской акции «Наши дети». Вместе со старшеклассниками в танце кружится руководство города во главе с мэром Александром Студневым. Хочется пожелать, в первую очередь, всем крепкого здоровья, благополучия в новом году. И чтобы все-таки все невзгоды остались в старом году. Пожелать всем удачи, праздника и веселья. И, конечно, хорошего настроения. На белорусских землях балы стали устраивать с 18 века. И тогда, и в наши дни светский прием проходит по всем канонам. В программе кадриль полночная, полька карнавальная и полонез – все под чутким руководством концерт-мистерам. Плюс, как вишенка на торте, флэш-моб и несменная классика вальс. Больше, чем дети, волнуются только мамы и папы. Но это приятные эмоции. В такие моменты сердца родителей наполняются чувством гордости за свое чадо, а на глазах появляются слезы радости. Я хочу выразить городскому исполнительному комитету огромную благодарность за организацию такого торжественного мероприятия. Очень престижно побывать на этом балу. Долго готовились? Очень долго. Очень много нервов было, переживаний. Но это оправдалось. Восхитительно просто. Не знаю, чувства перевыполняют, конечно. Но все очень красиво. Столько девочек красивых, мальчиков. И одновременно создаешь, что это наше будущее. Несмотря на возраст и жизненный опыт, в душе каждого все равно живет вера в старого доброго волшебника. И в этот раз праздник не обходится без Деда Мороза и Снегурочки. Эй, Дед Мороз, заказывай! Тебя заказываю! Если твою меня заказываю, достали! Покажи сна! Молодежь получает сладкие подарки от мэра города. Партнером балла выступает известная сеть магазинов. Электросила дарит умникам и умницам смарт-часы. В числе обладателей гаджета – король и королева балла. Ими становятся учащиеся 30-й школы Павел Рудой и Агата Соломницева. О вашем бурной азии! Забыть этот сказочный вечер у ребят точно не получится. Да и не надо. Окунуться в атмосферу 18 века парни и девушки смогли благодаря своим стараниям и знаниям. Позади годы упорных тренировок и десятки контрольных, написанных на «Отлично». Но расслабляться некогда. Впереди еще выпускные экзамены и вступительная кампания. Ольга Васенда, Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин. Итоги недели. Время добра. По всей стране шагает благотворительный марафон «Наши дети». Одним из первых к новогодней акции подключился департамент охраны. Поздравления принимают воспитанники Осиповичской школы-интерната. Более 10 лет шефы в погонах приезжают к ребятам и всегда не с пустыми руками. Вот и в этот раз учреждению вручили сертификат на кругленькую сумму. Хотелось бы просто деткам пожелать мирного неба. Это самое важное. Хотелось бы пожелать здоровья. Потому что, когда наши детки здоровы, то и родители с огромным удовольствием получают жизненную энергию от наших детей. Для нас шефы – это поддержка для учреждения. Благодаря им мы позволяем себе проводить ежегодно ремонтные работы. Для детей это тоже очень важно, потому что каждый ребенок ждет в канун Нового года подарок. В этом году сотрудники департамента охраны подошли к организации детского праздника креативно, привезли сказку. Офицеры продемонстрировали отличные актерские способности, но главное для маленьких зрителей – ощущение чуда. Здесь проживают и проходит обучение более 60 ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Номер один. Бобруйский госполком «Красный пищевик» и «Бобруйск-Агромаш» удостоены звания «Лидер года-2021». Сельхозпредприятие заслужило гран-при за инновационный распределитель минеральных удобрений. О непревзойденном качестве и эффективном управлении Ольга Васенда. «Бобруйск-Агромаш» – флагман машиностроительной отрасли. Компания удостоена международной бизнес-премии «Лидер года-2021». За применение системного подхода в менеджменте в номинации «Персона» отмечена и генеральный директор. Надежда Лазаревич – единственная женщина в системе Министерства промышленности, которая руководит целым холдингом. За ее хрупкими плечами шесть успешных предприятий и три тысячи профессионалов. Конечно, когда мы получаем оценку по произведенной продукции на нашем предприятии, тем более такую высокую, это, во-первых, честь, гордость за свое предприятие, конечно же, чувство радости перевыполняет, потому что все-таки, когда оценен труд людей, это для руководителя еще в 10 раз приятнее, когда мы понимаем, что наши машины действительно востребованы, но они еще оценены на таком высоком уровне. Диплом Гран-при получил инновационный распределитель минеральных удобрений РУ-7001. Его фишка – кузов из нержавеющей стали. Срок службы – более 40 лет. Машина создана с учетом самых необходимых потребностей фермеров поля, а значит, аграриум гарантирован высокий урожай. Производить эту технику на предприятии начали в 2018-м. Уже реализовано 246 машин. На сборку одной уходит порядка двух рабочих смен. Сборка – завершающий этап. Здесь устанавливается приводной узел, тормозная система, гидрооборудование и колеса. Чтобы изготовить распределитель минеральных удобрений, необходимо порядка трех с половиной тысяч деталей. Холдинг – производитель широкой линейки сельскохозяйственных машин. Всего порядка 80 наименований. В 2019-м Бобруйска Громаш начал масштабную модернизацию производства. Здесь появились новые умные станки, окрасочная и сушильная камеры, современное сварочное оборудование и аппараты для плазменной резки металла. Мы с вами находимся в сборочно-окрасочном цеху. Здесь собирается где-то 70% наших машин. Пресс-подборщики, машины для внесения жидких органических удобрений, прицепы, кормозаготовительная техника. Торговую марку предприятия знают в Европе, Азии, странах Ближнего Востока, Африке, Центральной и Южной Америке. Экспорт продукции увеличился на 30% по отношению к прошлому году. За счет долгосрочного сотрудничества постоянно увеличиваются объемы производства и выручка от реализации товаров. Растет зарплата сотрудников. Мы подходим к особым трепетам каждому потребителю и стараемся все его требования отразить в наших машинах. То есть мы никому не говорим, ни одному потенциальному потребителю нет. Мы стараемся реализовать все его замыслы, адаптировать машину под определенные условия работы. Предприятие с богатой 47-летней историей сейчас переживает свое второе рождение. Успех «Бобруйск-Агромаша» связан с эффективным управлением, грамотной стратегией и инвестициями в развитие. В планах холдинга – открыть альтернативные рынки сбыта, произвести новую технику и во всем быть номер один. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Трудовой договор, нехватка вакцины и немыслимая трагедия. В Австралии батут стал причиной детской смерти. Что пошло не так? Далее обзор громких мировых заголовков. В Германии не хватает препаратов от COVID-19. Это ставит под угрозу проведение кампании ревакцинации. Страна своевременно не заказала необходимое количество доз. Вместе с тем решено. Прошедшие полный курс освободятся от тестирования на вирус. Требование сохранится для тех, кто посещает больницы или дома престарелых. Открытие Олимпиады 2024 в Париже пройдет вне стадиона. Впервые в истории. Представление состоится в самом сердце столицы, на набережной Сены. Участники традиционного парада проплывут по реке на лодках и катерах. Организаторы обещают сделать церемонию максимально доступной и зрелищной. Представление развернется на 6-километровом участке набережной. Сценами и декорациями будут служить мосты, водная гладь, окрестные здания. ЕС планирует принять закон, который обязывает цифровые платформы заключать с курьерами договоры. В этом заинтересованы как минимум 4 миллиона европейцев. Многие из них борются за улучшение условий труда. В Испании аналогичный указ вступил в силу в прошлом году. Благодаря нововведению многие доставщики перешли на постоянную работу. В Австралии пятеро детей погибли при падении с надувного батута. Его поднял воздух сильный порыв ветра на высоту 10 метров. Инцидент произошел во время школьного праздника. Еще несколько малышей получили сильные травмы и находятся в больнице. Премьер-министр страны назвал произошедшее немыслимой трагедией. Древесину огромных дубов используют для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери. Диаметр каждого не менее метра. Всего для реставрации отобрали тысячу деревьев. Весной следующего года их отправят плотникам. Монтаж начнется в 2023-м. Напомним, храм пострадал в результате пожара в апреле 2019-го. Праздника много не бывает. Десятки сказочных персонажей вышли на улицы, чтобы принести радость бобручанам. Дед Мороз и Снегурочки прошлись от социалистической до площади Ленина. Феричной кульминацией вечера стало зажение огней на центральной елке города вместе с главным волшебником. Как это было, смотрите сейчас. До Нового года остается меньше двух недель, а город уже окунулся в атмосферу праздника. Возле театра драмы и комедии разворачивается сказочная феерия. Впереди колонны Дедов Морозов и Снегурочек, главный волшебник со своей внучкой. Что пожелаешь этому году и всем бобручанам? Счастья, радости, а главное, самого огромного здоровья. Берегите себя. Ну а Снегурочка что пожелает? Я желаю мира, счастья, добра в каждый дом города Бобруйска. Всего вам самого-самого хорошего. Пусть все ваши желания исполняются. Колонна дружно шагает к площади Ленина. Не только главный Дед Мороз и Снегурочка несут праздник, но и все их помощники. Здесь олени, снеговики, медведи, мышки и пираты. Каждому герою есть что пожелать. Ну а какой должен быть будущий год? Счастливый, добрый, теплый и уютный. А подарки малышам подготовил? Конечно подготовил. А вести себя хорошо будешь? Ну как обижаете, я всегда только за здрасте. Всегда хорошо себя веду. И вам того желаю. Снегурка, какой будущий год будет? Хороший, отличный и счастливый. А что вы с Дед Морозом в мешке ведете? Какие подарки? Лучшие для лучших детишек. Кого ты нарядилась? В тигрик. А почему тигрик? Потому что год тигрик. И будущий год хороший будет? Принесешь нам хороший год, тигрик? Да. А что в мешке несешь? Подарки детям. А всем детям? Ну постараюсь всем, никого не обидеть. Мимо не пройти. Бобручане радостно встречают ожившую сказку. Машут руками и снимают все на свои смартфоны. Действительно, такое чудо бывает только раз в году. Кто подарочки привез на Новый год под елочку? В колонне царит поистине волшебная атмосфера. По улице шагает предновогоднее чудо. Погодние игрушки, свечи, лопушки в нем. А веселые зверушки мой перевернули дом. Путешествие завершается у главной елки. Но это только начало веселья. Горожане ждут зимних героев целыми семьями. Учреждение Бобруйска подготовили для них творческий сюрприз – праздничный флешмоб. За шествием следует колонна организаций и спецслужб города. Во главе экспресс-шоссе выезжают машины Бобруйс-Газа, Белпочты и, конечно, МЧС. Автомобиль Бобруйского города – дело по чрезвычайным ситуациям. И вот подходит очередь самого главного события вечера. Пора зажигать праздничные огни на зеленой красавице. Этот год становится особенным. Помогают раскрасить новогоднюю елку дроны, а пульт управления в руках председателя горисполкома. Мы готовы. Чтоб чудо свершилось, пришло в каждый дом. И елка сияла волшебным огнем. Мы пульт управления в руки возьмем. И, главное, елку в Бобруйске зажжем. Раз, два, три. Теперь площадь сияет волшебными огнями. А вместе с ней и весь город праздничная иллюминация еще в начале декабря засверкала во всех уголках Бобруйска. Люди ждут этого новогоднего праздника, особенно наши малыши, дети, потому что им всегда приятно. Вдвойне сегодня было приятно вместе с ними зажигать эту нашу новогоднюю елку, потому что мы дали старт новогодней иллюминации нашему городу. И уверен, что сегодня настроение, которое мы получили на этой площади, они пронесут самому новогоднему нашему празднику. Веселье продолжается. На сцене выступают творческие коллективы. В толпе десятки бобруйчан пытаются не упустить возможность сфотографироваться с любимыми героями. Дед Морозов и Снегурочек десятки, а единственный и неповторимый символ 2022-го. Тигр, какой будет будущий год? Очень хороший. На площади царит волшебная атмосфера, и каждый, даже самый маленький бобруйчанин, спешит ей поделиться. Я лисичка лица, всему светлая краса, черный носик, рыжий хвостик, к вам пришла я через мостик, шары для елки принесла. Мы участвовали в шествии, вот были рады, что принесли людям радость и счастье, попели, потанцевали, порадовались. Все здорово, ребята, с Новым годом, с новым счастьем. Дедушка, а подарки вы подготовили дедям? Конечно. У нас будет самый главный подарок в этом году. Наша новогодняя сказка в театре имени Дунина Марцинкевича. Так что приходите, пожалуйста, все. Вы послушайте, ребята. Я хочу вам ласкачать. Владелись у нас котята. Их по счету ловно пять. Считаем дни, часы, минуты до боя курантов. Закупаемся мандаринами и мишурой. Загадываем желания и готовимся отмечать. 2022 точно будет особенным. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин. Итоги недели. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, новые итоги.